Новое обострение предрекают эксперты в отношениях Москвы и Тбилиси. Причиной тому может стать убийство на административной границе с Абхазией. Гражданин Грузии погиб от выстрела в упор. Подозреваемый в преступлении – абхазский таможенник. Официальная Тбилиси заявила о намерении подключить к расследованию своих международных партнеров. В грузинской столице, между тем, прошел митинг под лозунгом «Россия убивает». Марта Ардашеля продолжит. Там, где накануне выстрелом в затылок был убит гражданин Грузии Гигет Хозорио, сегодня проходит молчаливая акция протеста. Жители города Зугдиди на административной границе с оккупированной Абхазией зажгли свечи в память о погибшем. Знак протеста молчат и в Тбилиси. «Россия убивает» – это лозунг акции, на которой небольшая группа людей у здания госканцелярии требует выдать центральным властям Грузии подозреваемого в преступлении. Известно, что он сотрудник таможенной службы, не признанной Абхазией. Акция протеста прошла в связи с гибелью гражданина Грузии вблизи оккупационной линии в грузинском регионе Абхазии. Мы выступаем против политики правительства по отношению к России и к оккупированным территориям. Мы считаем, что политика Грузии должна быть более упреждающей. Надо работать с нашими западными партнерами по вопросам ситуации в оккупированных регионах. Правительство Грузии должно прекратить говорить на международных форумах о том, что оно нашло некую формулу сбалансированных отношений с Россией. Необходимо проводить упреждающую политику во всех международных форматах. Мы пытаемся как-то донести свой голос и сказать, что для нас то, что происходит в конфликтных регионах, в том числе и в ключе безопасности тех людей, которые там проживают, один из приоритетов общества. По данным миссии наблюдателей Евросоюза, 19 мая вооруженные сепаратисты перешли на территорию, контролируемую официальным Тбилиси, где и было совершено убийство. По предварительной версии, мотивом была месть. Предполагается, что между Отхозорией и абхазскими таможенниками произошел конфликт, к которому сепаратисты нашли наиболее радикальное решение. Это первый случай, когда абхазы в преступных целях пересекают административную границу. Наша миссия активизировала горячую линию. На данном этапе, пока проводятся следствия, мы воздержимся от дополнительных комментариев. Как правило, отчеты миссии, которые отправляются странам-членам Евросоюза, являются закрытыми. Официальный Тбилиси намерен подключить своих международных партнеров. И главный вопрос здесь в ответственности российской стороны. Именно Москва контролирует ситуацию в отколовшемся регионе, говорят грузинские политики. А значит, с нее и спрос. Хочу выразить соболезнования семье погибшего. Правительство Грузии сделает все, чтобы преступление получило соответствующую правовую оценку. Все виновные будут наказаны. Мы доведем это дело до конца. В российском МИДе от собственной роли в этой истории традиционно открестились. Москва призвала грузинских коллег перестать спекулировать фактом трагической гибели человека. Впрочем, нет никаких сомнений, что именно Россия определяет повестку дня в Абхазии. Есть основания подозревать, что убийцы гражданина Грузии наказание не понесут. После российского признания Абхазия и Южная Осетия стали черными дырами на карте Грузии. Международное право не в силах регулировать происходящее в этих регионах. Мало того, после войны 2008 года стараниями Москвы был закрыт доступ для международных наблюдателей внутрь де-факто республик. После убийства от Хозория в Крилесе сделали вывод, теперь от пули не застрахован никто. Марта Ардашелия, Тбилиси, специально для РТВА.